Алоха, с вами Алексей, звезда переплохо, и сегодня я хочу затронуть такую тему, как удаление родинок. Это видео будет полезно и интересно тем, кто тоже хочет удалить свою родинку, но по каким-то причинам боится это делать. Возможно, страх боли, либо же страх каких-то непонятных, ужасных последствий. Сегодня я расскажу, что я чувствовала во время удаления родинки, больно это или просто неприятно. Также расскажу, почему я обратилась именно в частную клинику. Об этом и многом другом вы узнаете в этом видео. Погнали! Небольшая предыстория. У меня была очень большая родинка в диаметре 3х3 см, и абсолютно все, кто ее видел, говорили мне, что ее нужно удалять обязательно. Но я все время боялась, боялась, что будет больно, боялась, что мне будут делать общий наркоз. Но она была настолько ужасная, что полгода назад я решила, что все, надо ее удалять. Я пошла в обычную детскую больницу к педиатру. Педиатр меня направил к хирургу, я пошла к хирургу. Вот, там мне сказали, что нужно сдать кучу всяких разных анализов. Четыре недели назад я снова решила пойти к хирургу, но только это уже был не просто хирург, а хирург-онколог. И не государственная клиника, а частная, платная. Честно, вот не тратьте свое время и сразу же идите к хирургу-онкологу. Собственно, я пришла к нему на осмотр, он посмотрел мою родинку, сказал, что да, конечно же ее нужно удалять, и предложил мне два варианта. Первый вариант заключался в том, что я иду в государственную клинику, сдаю кучу анализов и ложусь в больницу. Мне этот вариант максимально не понравился, потому что, во-первых, некоторые анализы делаются очень-очень долго, это 2-3 недели, и в больницу ложиться я тоже не хотела. Второй вариант заключался в том, что я прихожу второй раз в эту частную клинику, мне вырезают родинку, и я иду домой. И анализы сдавать тоже не нужно. Конечно же, этот вариант мне понравился гораздо больше, и я на него согласилась. Ровно через неделю в назначенный день я пришла на удаление родинки, на эту операцию. Вы бы только знали, как я волновалась и переживала. В кабинете я пробыла ровно 45 минут. Как только я зашла, я подписала согласие на операцию, а также подтвердила, что у меня нет аллергии на обезболивающие препараты. Далее я зашла в операционную, мне сказали снять обувь и футболку, так как родинка была на спине. Я легла на операционный стол, мне хорошо обработали каким-то антисептическим средством саму кожу, также родинку, далее накрыли простынкой такой, вырезали дырочку в месте удаления родинки, и началось самое страшное для меня. Мне начали колоть уколы, но на удивление это было практически не больно, не больнее, чем укус комара. Вот я сейчас серьезно вам говорю, мне вкололи где-то три, по-моему, вот таких примерно шприца. Я ничего-ничего устала, конечно же, меня спрашивали, какие у меня ощущения, не кружится ли голова, и все. Приступили к удалению. Сначала хирург-онколог наметил границы удаления скальпием, как я поняла, это было. В общем, я честно не знаю, чем мне в итоге вырезали, по-моему, это был электронож, это точно был не лазер, потому что там, так сказать, осталась дырка, которую мне зашивали, накладывали швы. Вот, поэтому, по-моему, мне удаляли именно электроножом, потому что там был такой приборчик, который жужжал его, то включали, то выключали. Теперь, по ощущениям, именно во время удаления. Это было не больно. Это было абсолютно не больно, чтобы вы понимали. Я сама в шоке, если честно. Я думала, что когда тебе кожу режут под местным наркозом, это все-таки будет больновато. Но, блин, это абсолютно не больно оказалось. Было только очень-очень неприятно. Знаете, вот эта онемевшая кожа, ее тянут вот так во все стороны. Вот это было неприятно, а так абсолютно не больно. Дальше мне стали накладывать швы. Вот последние швы, да, я уже чувствовала, как иголка пронзает мою кожу. Вот, это было больновато, но в целом терпимо. Зашили, наложили повязку. Это такой пластырь вот такого размера примерно, так как у меня шов был достаточно большой, потому что вырезали не только родинку, но еще и часть вот этой окрашенной пигментом кожи. Вот, то есть удалили родинку и немножечко еще вокруг кожу. Как же нужно было ухаживать? Каждый день нужно протерять спиртом и переклеивать повязку. Через две недели пришла на снятие швов. Швы снимать было, ну так, знаете, я не скажу, что прям дико больно. Больновато, но терпимо. Хочу сказать, что хирург-онколог попался прям, ну, очень хороший. Он был очень добрый, сделал все максимально аккуратно и было практически не больно. Вроде бы я рассказала все, надеюсь, что было понятно. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то обязательно задавайте в комментариях. Я на них, конечно же, отвечу. И я надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok